Здравствуйте. Мы не ожидали, что хит-парад наоборот получит такой широкий отплик. Мы продолжаем рассказывать о капризных сортах и видах. Сегодня мы поговорим о елях. Хит-парада не получится. Так и из всех зимующих видов у нас капризной можно назвать только ельсизую или, как ее еще называют, канадскую. Да и то говорит, что весь вид капризничает, будет неправильно. Есть два сорта, которые портят всю картину. Это коника и альберта глоб. Первая имеет пирамидальную компактную форму около двух метров в высоту. К пятидесяти годам достигнет всех трех. Мечта любого владельца загородного участка, особенно если участок небольшой. Вот только радует она нас с вами совсем недолго. Пока елочка маленькая, она прекрасно зимует под снегом, но стоит ей подрасти и начинается. Она постоянно норовит сгореть. Не сгорела в этом году, так сгорит в следующем. Мы пытаемся ее укрыть, но это, увы, мало что решает. Марли мало, сетки много. И все бы ничего. В конце концов можно подождать, она отрастет. Вот только прирост в нее не более 1-2 см в год. Плюс теряется ее правильная геометрическая форма. И только-только она начинает обрастать и восстанавливаться. Так приходит весна и все начинается по новой. Что же делать? Ну, первый и самый простой способ – это отказаться от этого сорта. Другие сорта канадской ели более устойчивы и менее капризны. Вообще канадская ель идеальна для холодного климата. Это жителям 7-8 зоны не повезло. У них ей очень жарко, а у нас самое то. Но вернемся к капризному сорту – конники. Как правило, садовод не ищет легких путей. И сколько бы его не предупреждали и не говорили, но наступает тот момент, когда держаться нету больше сил. И он покупает конику. Плюс масло в огонь подливает, что есть участки в Ленинградской области, где коника растет и не болеть, не обгорать даже не собирается. Итак, что делать, если вы стали счастливым обладателем коники? Первое – это солнечное место посадки. Канадские ели не терпят затенения. Сейчас многие из вас скажут – ну как же так? Вы же сами сказали, что растение горит. Как можно посадить его на самое солнце? Можно и даже нужно. Не путайте понятия неустойчивость к весенним ошокам и теневыносливость. Может, в полутени и тени коника и не сгорит, хотя это ни разу не гарантировано. А вот то, что она точно потеряет свою декоративность, будет болеть и станет крайне рыхлой и прозрачной – это да. Плюс увеличится шанс заболеть грибными заболеваниями. Ну, ржавчиной, например. Не издевайтесь над растениями. Если у вас тенистый уголок, то для него найдутся другие растения. Но коника не в их числе. Итак, солнечное место посадки. Идем дальше. Дальше грунт. Коника не выносит сухости почвы. Ну, не является она засухоустойчивым растением. Поэтому грунт должен быть слегка влажным. Но при этом вода не должна застаиваться. Пожалейте корни. Им тоже нужно дышать. По этой же причине он должен быть и воздухопроницаемым. Поэтому длиннистые почвы мы исключаем. Идем дальше. Так уж получилось, что коника и Альберта Глоб гораздо чаще повреждаются паутиным ключом, чем другие сорта канадской ели. Или других видов. Поэтому следите за растениями. Хотя, если в ближайшие несколько лет у нас будет такая же прохладная погода, то об этой проблеме мы с вами скоро забудем. И последнее. Самое сложное и самое важное. Это укрытие. Не надо конику ничем обматывать. Если вы хотите ее сохранить, то вам помогут лишь экраны от солнца или укрытие наподобие домиков, так и для рододендронов. С большой щелью внизу, чтобы температура была одинакова, как внутри, так и снаружи. С Альбертой Глоб все то же самое. Только благодаря карликовой шаровидной формы гигвам построить будет гораздо легче. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. До скорых встреч. Удачи!